У любящих хозяев пёс из приюта не прожил и года. Северодвинцы. Их питомцы вновь страдают от рук докхантеров. В интернете все чаще появляются сообщения о рассыпанной по городу отраве и о летальных случаях домашних животных. День травли докхантера назначили на сегодня, 20 января. Впрочем, терять своих четвероногих друзей горожане стали гораздо раньше. Довести до ветеринара свою собаку Анна не успела. Женщина пришла с работы, пёс уже был мёртв. В каком именно месте на проспекте Ленина приютский щенок Ярик подхватил отраву, неизвестно. Девятимесячная дворняжка скончалась после прогулки спустя полчаса. Собака стала биться в агонии, буквально сшибала мебель, запрыгивала на стол, на кровать, у неё подкашивались ноги, и пошла потом пена из сорта, и собака умерла. То есть, если бы мы знали, что существует такое движение, как докхантеры, мы были бы готовы, имели бы, конечно, все средства для того, чтобы обезопасить свою собаку. Днём травли собак докхантеры объявили 20 января. Впрочем, сообщения о гибели четвероногих питомцев начали появляться в интернете гораздо раньше, уже в выходные. Как и сведения, в каких районах противники животных распространили отраву. «Отравили мою любимую собаку породы питбуль. Вот за что. Она не подбирала ничего на улице, она понюхала отраву. Берегите своих питомцев и внимательно осматривайте места, где вы их выгуливаете». В районе дома по Победе 96 раскидана собачья отрава. Что смогли, убрали. Будьте внимательны, выгуливая своих собак. Внимание! На Орджоникидзе 11 вдоль дома отрава, со стороны дороги. На Орджоникидзе 11 отраву нашли и мы. Розовые пятна на снегу именно такие видят северодвинцы в своих дворах. Это противотуберкулезное лекарство. Название просят не раскрывать зоозащитники. Докхантеры давно используют его. «Убийство животных воспринимается в обществе как норма. А это явление как докхантерство сегодня является такой субкультурой. У них есть свой сленг, свои сайты. И самое страшное, что они вовлекают в это движение молодые и неокрепшие души и учат их жестокости». По словам Анны, служба утилизации животных принимает отравленных питомцев ежедневно и не по одному разу. Смерть наступает в считанные минуты. «Смотря какой яд был, начинается рвота, судороги. К сожалению, когда уже начинаются судороги, там практически ничего не сделать. Собака погибает». При этих признаках ветеринары советуют вколоть собаке внутримышечный витамин В6. Ампулы продаются в аптеке. Затем четвероногое нужно срочно ввести к специалисту. Но чтобы избежать худшего, лучше держать питомца на поводке и следить, чтобы лекарством для человека не убили вашу собаку. «А этим людям что можете сказать, которые вот это делают?» «А здесь нечего сказать. Человека отсутствует буквально сострадание и человечность». Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.